Кто завоевал звание лучшего воина Содружества? Как об организации конкурса отзываются зарубежные участники? И с какими неожиданностями столкнулись российские бойцы на казахстанском полигоне в Отаре? Обо всем прямо сейчас. Продолжение следует... Армии СНГ стимулирование качественной профессиональной подготовки военных. Проведение конкурса мотивирует военнослужащих и формирует у них социально значимую гражданскую позицию. А в целом пропагандирует общие традиции вооруженной защиты Родины и помогает еще большему сплочению боевого братства стран-участниц СНГ. Первый воин Содружества прошел в 2009 году. Его прообразом стал всероссийский конкурс «Мировой парень», который прошел в 2006 году. А в 2008 соревнование впервые провели среди военнослужащих дружественных армий. Во внеконкурсном финале участвовали по два представителя вооруженных сил нашей страны, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Украины. После проведения того конкурса главы военных ведомств государств СНГ решили проводить его постоянно в международном формате. С тех пор воинов Содружества каждый год принимает у себя один из участников объединения независимых стран. И вероятнее всего, в скором времени участников соревнования прибавится. Интерес уже проявляют страны Азии и Европы. В нынешнем году почетное право проведения воина Содружества получила наша республика. В этом году на базе, на территории республики Казахстан проводится седьмой международный конкурс воин Содружества. Она раньше проводилась Российской Федерацией, Белоруссия. В этом году было принято решение провести ее на территории Казахстана. Поэтому мы приняли гостей. Шесть государств приняли участие, такие как Армения, Белоруссия, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан. Таким образом, из шести государств мы на сегодняшний день имеем чемпионов в лице военнослужащих республики Казахстан как командам, так и лично. Таким образом, наши воины показали очень хорошие навыки профессионального по боевой подготовке, по физической подготовке, а также умелое приведение оружия к нормальному бою из пяти упражнений различного положения стрельбы со своими стрелковым оружием. Таким образом, командам и лично за счет военнослужащих Казахстана заняли первое место. Одна из победительниц Людмила Губарева из регионального командования Астана. Сегодня девушка служит связистом-экспедитором в Караганде. В ряды вооруженных сил пришла после окончания Семипалатинского государственного университета. Да так и осталась. И о своем выборе не жалей, постоянно на деле доказывая, что девушки в армии не за красивые глаза. Сначала у нас был отбор среди республики Казахстан, потом нас сильнейших оставили на подготовку. Все приезжие страны тоже очень высокий уровень был подготовки, но мы оказались сильнее. Мы готовились, много сил вложили в это, в свою подготовку. Около месяца мы готовились. Бежали стометровку, сдавали пресс-отжимания, затем у нас была стрельба. После обеда мы бежали полосу АРД. И на следующий день утром девушки бежали километр. Призовые места в седьмом воине сотрудничества занимали не только казахстанцы. Андрей Дитько у себя на родине в Беларуси командует отделением, обучает личный состав. Во время конкурса парень на практике продемонстрировал свои знания. Проходило все, скажу, на высоком уровне. Соперники были все достойные, все сильные. Добились, мы вообще заняли, Республика Беларусь занял второе место. Я считаю достойно. Чего и требовалось. Проводили нас по полигону, проходили так, но тяжело. У нас немножко будет полегче, здесь тяжело. Понравилось, если честно, понравилось все. Конкурсы были хорошие. Пришлось сражаться на всех конкурсах. Даже тут и кавалер с ударня. Кажется, вроде бы легко, но на самом деле это тяжело очень. Поэтому все конкурсы были почти как и один. Где-то физически, где-то немножко понапрещу ум свой, чтобы выступить хорошо. Российский десантник Сергей Межуев в Казахстане увидел один из сложнейших полигонов. Но так же, как и братья по оружию, достойно прошел все испытания. У нас он выглядит значительно по-другому. У нас есть полоса препятствий, которая проходит на выносливость, но она немножко отличается от того, что здесь есть в Казахстане. Казахстане сильнее, по-моему. Было очень интересно. Ребята казахи, конечно, определенно подготовились. Здесь их подготовка к конкурсу была на высоте просто. Как в плане организации всех элементов, так и в плане физической выносливости, подготовки. Ребята казахи молодцы. Достойно уважения команды. Таджикистан. Представитель десантного братства из Таджикистана Сафарбек Файзубеков по итогам конкурса тоже занял одно из почетных мест. Но Сафарбек уверен, победил здесь не кто-то конкретный, а все вместе. И случись неприятность, так же вместе с боевыми братьями из стран Содружества Сафарбек готов дать отпор любому врагу. Мы первый раз участвовали на этом конкурсе. У нас опыта, конечно, маловато, чем в других командах. Но мы постарались достигать тех результатов, которые были перед нами наложены. Мы его добились. И на будущее, я думаю, что если на следующем соревновании наши ребята должны достигнуть еще лучшего результата. Мы уже набрали опыт на этот полигон. Нам очень понравился. Некоторые опыты они у нас взяли, а некоторые мы у них это. Поздравлял победителей министр обороны нашей страны Имангари Тасмагамбетов. В своей речи глава оборонного ведомства заметил, что именно такие конкурсы и помогают еще больше сплотить военнослужащих разных стран. А понятие боевое братство становится здесь вполне осязаемым. В этом году наша страна принимает участников седьмого по счету международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий воинсодружества. А значит мы являемся свидетелями прекрасной и доброй традиции, которая не просто возвышает, а реально укрепляет в наших сознаниях силу и значение таких простых, но очень емких понятий, как боевое братство, воинская солидарность и солдатская дружба. Соревнования, семинары, мероприятия по обмену опытом среди военных стран Содружества независимых государств проводятся с регулярной периодичностью. Столь же часто в СНГ проходят и совместные учения. И это помогает еще большему сплочению армий независимых государств. Инициатива министров обороны набирает обороты и пользуется все большей популярностью среди воинов наших государств. Я должен сказать, что воин Содружества стал первой ласточкой в цепи тех состязаний, которые сегодня широко проходят в государствах СНГ. Я вернулся из Еревана буквально день назад, где молодые патриоты, курсанты, лицеисты, кадеты стран СНГ начали свой сбор очередной, который до этого проходил на Иссыкуле в Кыргызстане, а в этом году проходит у озера Севан в Царкадзоре. И это показывает масштаб состязательности в вооруженных силах. Приятным сюрпризом для воинов Содружества стала концертная программа. Зал восторженно аплодировал зажигательным танцем. Ну и как после этого было ни подпеть несравненной Мадини с Адвокасовой? За этим дело не стало. Ведь хорошо военнослужащие стран Содружества умеют не только стрелять и проходить полосы препятствий.